Всем привет! Сегодня у нас предновогодний ужин. Вот наш варанчик уже идет, потому что я потряс сочным кормом прямо перед его мордочкой. И поэтому он думает, где же наконец его будут кормить. Ощупывает, ищет. Он у нас голодненький сегодня, поэтому я решил перед тем, как пойти к родственникам, к родителям, покормить его от души, так сказать, от пуза. И у нас сегодня в меню креветочки, свежеразмороженные, тепленькие, еще после горячей водички. А наш варанчик все никак не понимает, где у нас еда. Стоян! Убежал. Он голодненький сегодня. Сегодня особенно. И пытается выйти на балкончик. Но мы не для этого размораживали креветочки. Размораживали для того, чтобы он их съел. Да. Вкусненько, да? Да. На губе у него какая-то ранка, которая образовалась, видимо, тогда, когда он твердый корма ел. В основном саранчу. Вот что бывает, когда, собственно, достаточно твердый панцирь пытаешься сгрызть. Можно ненароком повредить собственную десну. Но ему это не мешает. Как видим, аппетит у него, как всегда, зверский. Особенно после того, как он длительное время питался в основном саранчой и... И всякими гусеницами. Гусеницами. Ладно. Он чует-чует и думает, что же здесь такое. Очень вкусно пахнет. Непонятно, за что хвататься. Придется подсказывать ему. Хвататься нужно за креветку. Не золоток, за креветку. Очень вкусно пахнет. Я бы сам их съел. Даже учитывая то, что они не вареные все, а просто сырые. Размороженные в теплой воде. Но пахнут офигительно. Морепродукты тоже варанам нужно есть периодически. Не часто, но... Разорвал, порвал креветку. Главное мы пальцы не ешь. Никак не может схватить. Все, приходится тебе помогать. Гурман. То, что хитин, это ничего. У креветки не сильно толстый хитин. Поэтому... Стэн вполне его переварит. Вот если бы это был рак, там хитин гораздо тверже. Поэтому мне никто не рекомендует давать именно раков. Хотя идей на этот счет у меня были. Шестая. Вижу, он уже проталкивает креветку поглубже в желудок. Чтобы освободить место для новой порции. Какая сочная креветочка. Давай, не мусори. Придется после тебя почистить ковер. Я ему даю так много, конкретно 8 штук. Только потому, что он достаточно длительное время сидел на диетическом корме. То есть вчера он ел только за фобоса. А сегодня утром только двух кусениц бражника. Поэтому предновогоднее пиршество такое аппетитное, сочное. Давай, Кстен. Еще одну креветочку. А есть точнее две. Чем хороши креветки, то что их вполне можно купить в каком-нибудь гипермаркете. Наелся? Неужели? Надо бы ему протереть глаза. А то я вижу там засохший мох, который ему явно мешает. Кстати, чем мы займемся? После продолжим съемку. Пока не сунешь ему в морду, он так и не станет есть. Что ж, седьмую креветку съел. Посмотрим, съест ли он восьмую. У него там немного уложилось за полчаса. Чтобы он был сыт. На всю ночь. Ну-ка. Давай, Стэн. Креветочка. Морду мы ему почистили. От мха. Не хочешь, не хочешь. Не хочет креветку последнюю. Все, уже наелся. Глаза закрыл. Отрицание. Да? Отрицаешь? Смотри, какая вкусная, сочная. Видите, ящер бывает сыт. Настолько сыт, что даже не хочет. Не хочешь креветочку больше? Не хочешь? Мучения. Креветочные мучения. Мы его пытаем креветками. Ладно, может в конце концов еще часик посидит и с удовольствием съест еще одну креветочку. Когда у него вложится. Ну, а на сегодня его предобеденный ужин закончен. Теперь он будет спать. Вот у него большая пещерка, которую я ему купил 2-3 месяца назад примерно. Как раз, чтобы он мог туда залезать. Чтобы ему было уютно и тесно, как любят вараны. Ну, сниму чуть позже итоговые видео года. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok